Мы можем поговорить, скажем так, какие показатели есть у Хиллари Клинтон и у основного кандидата Дональда Трампа и сравнить, что будет. Потому что там, скажем, 50-50, там, кстати, оба они интересны тем, что у них у обоих есть, то есть таких радикальных различий у них на Дальных картах нет, у них есть у обоих хорошая связь Солнца с Юпитером, но вот, скажем, способ распознания, кто будет на дату инаугурации, скажем там, войдет на трон, ну, тоже кстати, рядышком там есть ряд. Один человек, астролог, он анализировал карты претендентов, он написал так, что он никогда за все время анализа, не знаю уж, как основывался на чем, за все время существования президентов Соединенных Штатов, начиная с первого, не видал такого сильного в астрологическом плане кандидата, как Дональд Трамп. А за что потом на него ополчилась вся братья астрологическая, и они, естественно, доказывали, как, что и почему, и, в общем-то, клеймили его, так сказать, с позором. Ну, хорошо, давайте мы проанализируем тогда вот этих двух кандидатов, президенты. Можно ли наложить как-то карты обоих Клинтонов и посмотреть, скажем, есть ли какой-то потенциал дополнительный, вот, приносит ли... Можно, конечно. Ну, во-первых, можно рассмотреть, вот, Хиллари, если смотреть ее, опять же, связь, вот, Солнце с Юпитером, то у нее как раз показатель, ну, ближе, вот, как у мужа. У мужа там 60 градусов, а у нее 30. То есть, у нее есть хороший аспект между Солнцем и Юпитером. Но вот, сравнивая, например, с Трампом, у Трампа тоже есть, но там 120 градусов, и 120 градусов, в принципе, он по определению сильнее, как бы считается, в проявлении своем. Ну, это к слову сказать, хотя мы видим, что Хиллари, она, как бы, вот, ее все время на виду, то есть, популярность у нее, с годами она не была такого, да, как провал какой-то, она куда-то там пропала из политики, потом появилась опять. То есть, она постоянно где-то на волне, там, присутствует этой. Вот, сравнивать, она такое, я вам скажу, именно во власти, в принципе, она очень уютно себя чувствовать будет, потому что у нее Юпитер находится в Стрельце, то есть, это знак не изгнания никакой, не падения, то есть, это знак обители. Люди с Юпитером в Стрельце, как правило, у них нету комплексов неполноценности психологических, я великий. Вот, в предыдущей передаче мы с вами. То есть, они, как бы, само собой, разумеется, да, вот, власть, они воспринимают ее не как что-то такое, что чем вожделяться надо, а просто работа есть работа. Вот, и если сравнивать с Биллом Клинтоном, у него, ну, у него Юпитер в весах, ему главные партнеры, кстати, вот, у него удача, успех. Вообще, удивительно, она выраженный такой скорпион, имеет ядро, а Билл Клинтон выраженный, помимо льва, знака весы. То есть, у него присутствует, ну, видите, он там на саксофоне играет, такой красивый мужчина, музыкант. Его мечта была, знаете, его мечта была быть президентом, он во всем хотел походить на Джона Кеннеди. Его, вот, была, так сказать, мечта затмить Джона Кеннеди. Ну, как мы знаем, да, как мы знаем, это не произошло. Но, вы знаете, что у него есть свои сейчас, он не отошел от какой-то активной деятельности. Ну, по возрасту он еще вполне, вполне нормально, функционально. А? 46-го года рождения. 46-го года, да, совершенно верно, да. Ну, это не так много для политиков, на самом деле, мы знаем политиков гораздо более старшего возраста, которые, в общем-то, управляли страной. Это нормально. И он путешествует, у него есть его, так скажем, foundation, то есть у него, ну, достаточно много, много всего. Как только будут выборы, произойдут какие-то изменения. Можно ли каким-то образом, скажем там, спрогнозировать, позитивно это будет или не очень позитивно? И на каком этапе? Да, это надо сравнить с гороскопом Соединенных Штатов Америки. Мы можем, кстати, провести сравнение и посмотреть, что, скажем так, есть ли показатели повреждения, либо поддержки у кого от государства к гороскопу, либо от натива к государству. Ну, сейчас можем посмотреть, с кого начнем? С женщины? Ну, с женщинам у нас всегда, так сказать, дорога. Вот, Хиллари Клинтон, так, США, Декларация Независимости. Что мы здесь видим? Ну, Хиллари в Соединенных Штатах, именно Хиллари в Клинтон, в государстве Соединенных Штатов Америки очень комфортно. Потому что Юпитер, опять же, государство Соединенных Штатов Америки, находит в трине к Солнцу ее. То есть, это очень, кстати, большой плюс в плане того, что она может быть президентом Соединенных Штатов Америки. То есть, во-первых, ей великое благо от государства Соединенных Штатов Америки, ей как физическому человеку и благо идет. Что она дает, либо не дает? Так, мы сейчас посмотрим. Ну, вот, население описывается Луной и Соединенных Штатов Америки. И мы видим очень нехорошую оппозицию между планетами Марс и Плутоном, которые у Хиллари Клинтон находятся в Ольве. И они в оппозиции 180 градусов к Луне. А Луна – это население само. Марс и Плутон – это тема войны, это тема кризисов, это тема каких-то очень серьезных испытаний и душевной боли, если так выразиться. Ну, в синастре, скажем так, между людьми. То есть, если вот между двумя людьми смотреть, то обычно я говорю так, что тот, у кого Марс, приносит сильные душевные боли тому, у кого Луна. А если у него еще Плутон, то это вообще такое очень серьезное потрясение. То есть, именно для, кто описывается Луной, то для них это серьезное… Ну, а Луной описывается на тайной карте население само. Вот так вот здесь, ну, рассказываю, как мы сейчас рассматриваем больше Луну. С другой стороны, есть хороший показатель… Так, еще тут… Какие еще показатели есть? Посмотрим, кому она… Ну, польза от Хиллари будет всем тем, кто описывается Венерой. Венера – это молодые, красивые женщины. Это именно люди, которые имеют отношение к красоте, к искусству, к косметологии. Ну, вот венерианская вот эта тема. То есть, им, кстати, повезет почему-то от нее, ну, если она станет президентом. А вот вопросы, кстати, вот материнства, либо прочих, все, что Луной описывается, это, как бы, такие будут ограничения. Что пенсионеры? Так, пенсионеры – это у нас Сатурн. Пока не вижу таких взаимодействий, но вот если так посмотреть… Я хотел спросить, как насчет внешней политики, к примеру. Ну, к сожалению, так происходит, так всегда происходило. И я, когда жил в бывшем Советском Союзе, постоянно были конфронтации Советского Союза и Соединенных Штатов, двух систем, понятно. И холодная война, и так далее, и так далее. К сожалению, сейчас происходит все то же самое. И вроде бы уже и Советского Союза нет, но тем не менее, почему-то. Так, потепление какое-то будет намечаться, потому что любая конфликтная ситуация, неважно по каким причинам, это негативная штука. Поэтому это будет отражаться ведь на всех и на вся. Как вот если побеждает Клинтон, допустим, может ли измениться внешняя политика? Ну, все-таки, кстати, она была госсекретарем. Если Трамп, он чисто, вот, скажем, материалист, если считать, что это бизнес, то она все-таки по связям, да, можно сказать. Она больше как юрист, да, была же там юристом, начинала. Ну да, там была компания. Кстати, вот, сейчас я отвечу на вопрос, если можно вот Трампа посмотреть. Вот Трамп, они же практически одногодки, у него тоже полутон поражает Луну. То есть, вот тут выход такой, что любого, кто кандидата выберут, все равно как бы населению не избежать каких-то серьезных кризисных ситуаций в жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова